Вот так, ребята. Я думаю, у нас с вами всё получилось. Как чё я буду подключать, я не знаю. Блин, змея. Как теперь купаться? А там меня ждут подписчики на улице. А какое оно твое настоящее время? Вторник. Тоже принесёт нам вторник. А он принесёт нам прохладу. А потому что сегодня будет не жарко. Да. 22 градуса. Очень, очень классно. Ну, пойдёмте посмотрим на вторник. И снова кашка. Кашка, господа. По вкусу же вкусно. Приятного аппетита. Короче, вот у меня торт мохито был. Был. Почему был? Есть. С свежейшим матом, начинкой, лёгким лаймовым кремом. Все дела. Я не знаю, как его надо было хранить. В общем, он на картинке вот такой. Пухлый. А получился он у меня. Что-то он присел. Сладкий какой-то стал. Просто нереально сладкий. И присел. Давайте его ложкой поедим. По вкусу вкусно. Так. Вот есть магнитола. А она без флешки. Здесь вот в бусике. Её надо поменять с магнитолой, которая в машинке. И нифига там всякого. Барахула. Давайте это и сделаем. Пойдёмте оттуда сначала. Снимем. Только как бы вот её достать отсюда. Там же ключи надо всякие. Когда нет ключей для снятия магнитолы, но ей шумпура. Кирилл, твои, наверное, да? Прости, я тебе свои, если что, дам. Надо их выпрямить. Пойдёмте попробуем. Как же нам снять магнитофон? О! Наверное, это делается как-то... Вот так, ребята. Вот и всё. Я думаю, у нас с вами всё получилось. Да? Всё получилось. Давайте возвратим шампура в первоначальный вид. Как-нибудь. Так. Ну, ладно. В принципе-то они не потеряли свои работоспособности. Ну, чуть-чуть там что-то вон их заогнуто. Но если ещё, я подгоню свои. Короче, всё вот оторвал. Как что я буду подключать, я не знаю. Ну, что значит, не знаю. Разберёмся. Я, конечно, не знаю. Вот здесь вот всё ободрано. Так-то здесь всё подошло. Но здесь вот оборвано. Это всё. Это динамики. Прямо 100% динамики. И вот их надо будет как-то соединить вот с этими. Давайте попробуем включить магнитолу. Ну, что, поворачиваем. Страшно! Замкнёт, всё взорвётся. Покатилась голова. Смотрим. Нифига, не работает. Не работает. Конечно, не работает. Не потому что вот ещё не подключено ничего. Смотрим. Оп. Ну и всё. Теперь надо колоночки подключить. Нормально. Нормально. Изоленту надо только. По сути, по сути, у меня только два динамика в дверях. Мне надо только два контакта найти и их подключить. Как это сделать? Да очень просто. Сейчас покажу. Вот два зелёных. Вот, знаете, два зелёных. Давайте вот так два фиолетовых накинем. Песен нет. Вот два белых. Давайте на них накинем. Песни есть. Так, это левый динамик. Накинем сюда. Значит, белые и... Белые и серые. Всё, мы разобрались с вами. Белые и серые. Так, всё, ребят, накрутили. Песни играются. А нам больше-то ничего не надо. Так, давайте лан запихнём сейчас это всё. Так, одну победили. А у них не было здесь коробочки. Нормальный так пойдёт. Короче, ребят, вот этот вот синий-красный провод оказался плюсом. А красный с чёрным оказался массой. Спалил предохранитель. У меня вот есть. Давайте заменим. Нет, радио целый. Ты чего тут залетела? Пойдём, я тебя выпущу. Пойдём. Нет, пойдём. Пойдём, я тебя спасу. Пошли. Куда? Пойдём. Вот так вот, оп. Лети. Выпустили бабочку. Так, пойдёмте предохранитель менять. Так, вот он, выгоревший предохранитель. Вот здесь он был. Оп. А эти все были целые. Так, чё-то тут накрутили, еле нашли. Фух, бог с ним. Передние динамики работают, ну ладно. Давайте, давайте это всё туда пока засунем. Ну, чтобы не замыкало. Кстати, Андрей, который был у меня вчера вечером. Андрюх, это твои диски, которые ты мне подгонял 11 лет назад, когда мы с тобой работали вместе в такси. 11 лет. И они до сих пор ещё в деле. Вот так-то. Время 3 часа. А, баньку что ли затопить? К 7 на футбол ехать? Да можно часик попариться-то, да? И в воду. В холодную. А? Ух! Давайте так и сделаем. Немного попаримся. Водичка сегодня что-то прохладнее, я померил. Там 16,8 было. Ну, где-то плюс-минус 16,9. Что там, в баньке 71 уже. Да можно заходить, париться. Ну, давайте до 80 её подождём. И пойдём. Пойду-ка я попарюсь в баньке. 80 градусов. Пойду. Посмотрим, как оно что там будет. Снимать не буду, так как всё там расплавится, всё сломается. Нафиг. Фу, блин. Вот это да. Вот это банька. Опа. Вот это баня аж ногти жгёт. Кстати, не сильно растопил. 83, может, градуса. Вылил пол-полторашки туда. И вообще стало очень жарко. Блин, змея. Как теперь купаться? Там была змея. Она уползла. А что за змея, я не знаю. Вдруг... А, вон, это ушик, ушик. Ничего страшного, это ушик был. Вот это нормально. Ты просто чувствуешь, что вода, как бы, она холодная, но она в тебя не проникает внутрь. Ты только вот поверхностью кожи чувствуешь, что есть какой-то холод. А так вообще пофигу. Как это говорится, в детстве по шарам дало. Так, ребятки, давайте попробуем с вами вчерашний ван-чай заварить. После банки-то, да? А? Нормально. Посмотрим, какой он будет. Так, ребят, помчали на футбол. Хорош. Так, ребят, я на футбол, а там меня ждут подписчики на улице. Сейчас они меня атакуют. Смотрите. Вон они сидят. Сидят, смотрите, сидят. Жду. О! О! Привет! Что, вы меня ждете? Да. Здорово, пацаны. А какой он твой настоящий момент? Игорь? Да. Мопись видео, да? А? Мопись видео? Не знаю, посмотрим. Ставлю я вас, не ставлю. Что скажете мне нового? Что-то вас сегодня мало. А, мы только двое. Кто-нибудь гуляет. Все. Все, я на футбол, пацаны помчал. На футбол? Да. Ладно, давайте, ребят, пока. Спасибо за тренировочку. Как так, ребятки? Как так? Вот мы и дома, ребята. Вот мы и дома. Заезжал сейчас в магазин в деревню. Он до 10 работает. Но там не все так просто. До 10. Сейчас я посмотрю, сколько времени. Время 21.48. То есть, ну, как минимум минут 10 назад я был там. И он... И мне продавщица сказала, что уже закрыто. В общем, по графику он работает до 10. Но наличкой расплачиваться можно до 15.10. Там они убираются и закрываются. А картой до полдесятого. То есть, до полдесятого не успеваешь, все. Луна, луна, смотрите, какая круто. Конечно, круто, что вот здесь вот все есть. И бани, и ванны, и все, и автодом, и маленькая машинка, мотоцикл, шатры, гамаки. Но вот если бы сейчас был один рюкзак и палатка, этот момент ощущался бы намного лучше, намного четче, намного эффектнее. Наверное, как-то, знаете, осознаннее, что ли, что вот ты, рюкзак и палатка, и все, и вот это вот лес. Но пока вот так вот получилось как-то так. Смотрите, какой паук. Смотрите, смотрите, как он это. Он чувствует меня. Да, все-таки автодом это круто, все, работу, но вот, когда идешь в поход с рюкзаком и с палаткой, вот, это намного как-то все. Ну, я даже не могу сказать, ну, словами просто нельзя подобрать, не могу подобрать. Наверное, все как-то живее, глубже, глубже, живее. Вообще, я хотел купить мотоцикл Тур-Эндуро и покататься на нем это лето. Но не вариант работать. То есть, можно было снимать квартиру на юге где-нибудь, если укатить, и спокойно с собой взять весь свой став, ну, хотя бы там что-то, в эти, в кофры положить, и жить, и работать, и кататься. Но как-то нет. Нет, это немного даже, вот, с автодомом более дичь, более дичей, что ли, отдых получится, путешествие. Это более ближе к палатке, чем на мотоцикле, и снимать квартиру там, или дом, или что-то там, жилье, чтобы жить. А так, ездить на мотоцикле, жить в палатке, но это не получится поработать, потому что, ну, работать надо, а откуда брать финансы вообще на все вот это, на покатушки. Ну, мотоцикл надо будет чем-то заправлять, как-то обслуживать. Надо будет на что-то питаться, и получится, что это будет менее выживаемо, менее выживаемо, чем вот на автодоме. На автодоме будет ближе к палаточным условиям. Ну, я так просто подрассчитал. Я, кстати, наверное, не то, что не отрицаю. Я говорю точно, что когда-то я все равно поеду на мотоцикле, и так же я прокачусь по каким-то маршрутам, так же с палаткой. Есть одна мечта, но это будет потом. Прокатиться до Владивостока на мотоцикле. Ну, наверное, это каждый мотоциклист мечтает, живя в России, и не проехать великий маршрут до Владивостока. Ну, такой великий, как там Мурманск-Владивосток. Сколько там, 10 тысяч километров. Ну, вот это да. Это вот действительно классно, я думаю. Посмотрим. Никаких, а что, а если, а вдруг, а там. Нет, будешь старый, и будешь потом жалеть. Ну, вот, а что, да у меня там и это не получилось, да и это не получилось. Надо, хочется. Как вот идея с автодомом, она где-то сидела, и все равно внутри меня. Не то, что я его хотел там. Она сидела внутри меня, и так сложились обстоятельства, что вот он, а вот я. Так же и идея с путешественным мотоциклом сидит где-то внутри меня. И вот этого червячка, его не заглушить. Не заглушить, он всегда там где-то внутри тебя. Тем более, я вот на этом маленьком билле тысячу километров тогда проехал. Сколько я ночей ночевал? Две ночи, три дня получилось. Мне так понравилось. Это просто круто. Это просто круто, ребята, было. Но я не снимал на видео. Может быть, фотографии вам вставлю, как я проехал. Может быть, сториз какой-то сейчас вставлю вам для атмосферки. Там были, по-моему, сториз какие-то. Ребят, сижу я короче на мотоцикле. Палатка вот моя. Там вот дорога вдалеке. 300 километров до дома. И как же классно. Небо звездное. Август. Ночь уже прохладная. И никуда не надо спешить. Так что, как-то так. Ну что, заканчиваем сегодняшний день. Буду монтировать ролик. И посмотрим, что будет завтра. Ну что, всем удачки. Держим кулачки. Хатбича. Все, давайте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok